В эфире РБК ОФА. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости. Банки Башкортостана наряду со всеми кредитными учреждениями России получили доступ к единой базе сомнительных клиентов, сообщает Центробанк. Финансовые организации имеют право отказать в обслуживании, если есть основания заподозрить клиента в отмывании денег или финансировании терроризма. Реестр формирует Росфинмониторинг, который отслеживает сомнительные операции. Информация передается в Центробанк, который рассылает ее всем участникам рынка. В дальнейшем база будет регулярно обновляться. 200 тысяч подозрительных объектов или субъектов экономической деятельности сейчас находятся в этом списке. И банки, чтобы не попасть под соответствующие санкции Центробанка, будут либо отказывать, либо прекращать уже существующие финансовые операции с теми организациями и лицами, которые находятся в этом списке. Подчеркну, что базу Росфинмониторинга не стоит путать с так называемым списком нечистоплотных заемщиков. В этом случае банки проверяют информацию о потенциальных клиентах через Национальное бюро кредитных историй. И здесь речь идет не о преступной деятельности. Башкирская содовая компания возьмет кредит на сумму в 3 миллиарда 240 миллионов рублей. Соответствующее соглашение компания заключила с банком ВТБ. Как нам рассказали в пресс-службе башкирской содовой, деньги БСК привлекает на увеличение оборотных средств и инвестиционную деятельность. Отмечу, что башкирская содовая компания завершила прошлый год с чистой прибылью почти 11 миллиардов рублей. Республика является держателем более 38% акций крупнейшего производителя соды в стране. Сейчас информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары евро синхронно подешевели. Курс американской валюты снизился на 41 копейку 58,96. Европейская валюта в минусе на 60 копеек. И стоит теперь 67 рублей 20 копеек. Лучшие обменные курсы на данный момент покупка доллара в Россельхозбанке за 59,11, продажа в Телекоммерцбанке за 59 рублей 45 копеек. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в Россельхозбанке за 67,26 по продаже в банке БКС за 67 рублей 54 копейки с комиссией до 3% за обменную операцию. Количество обращений в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости при региональном управлении Росреестра с начала года выросло почти в два раза. За пять месяцев рассмотрено более 600 таких заявлений. Большая часть из них поступает от представителей бизнеса. Комиссия приняла положительные решения в 45% случаев. В управлении Росреестра по Башкортостану отмечает, что несогласные с кадастровой оценкой, просят ее как снизить, так и повысить. Последнее особенно актуально для предпринимателей, когда бизнесмены планируют использовать собственность как залог, к примеру, при получении кредита. Теперь именно от кадастровой стоимости взимаются все налоги. Если раньше, например, собственники квартир платили налог от стоимости БТИ, это, как мы знаем, остаточная стоимость, то с этого года все только от кадастровой стоимости. Соответственно, люди получают налоговые уведомления и кто не согласен с кадастровой стоимостью, они оспаривают. Новый закон о кадастровой оценке передает с 2018 года эту процедуру в ведение специальной госорганизации. По прогнозу специалистов, республики она должна заработать уже в будущем году. О новостях пока все. Далее смотрите проект РБКО-ФА «История успеха».